В предыдущем выпуске патрульной службы мы рассказывали о наглом поведении водителя-нарушителя в посёлке Новозавидовский. По итогам процессуальной проверки, проведённой по поручению прокурора Тверской области Максима Жука, возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который 12 июня в посёлке Новозавидовский нарушил правила проезда кругового движения, проехав навстречу другим автомобилям. После этого нарушитель вышел из автомобиля и стал высказывать угрозы в адрес мужчины, который пресёк незаконные действия и перегородил нарушителю дорогу. В настоящее время мужчина задержан, автомобиль изъят. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по пункту А, части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, находится на контроле надзорного органа. Сюда, в специализированное отделение судебных приставов по Тверской области, главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов, тверетянку Наталью Скобельцину привела беда. В июле 2020 года моему ребёнку поставили редкое орфанное генетическое заболевание. Но так как мы единственные в Твери с таким заболеванием, мы обратились в Минздрав. Однако в лекарстве ребёнку было отказано из-за отсутствия средств и неподтверждённой инвалидности. В октябре 2020 года нам поставили инвалидность. Но Минздрав нам также отказал в обеспечении лекарством ребёнком из-за отсутствия средств. Женщина была вынуждена обратиться в суд. Суд счёл необходимым обеспечивать ребёнка-инвалида дорогостоящим лекарством. Исполнительные документы поступили в службу судебных приставов. Исполнительный документ поступил в специализированное отделение судебных приставов по Тверской области. Мною возбуждено исполнительное производство. Должнику был установлен добровольный срок для исполнения решения суда обеспечения лекарственным препаратом. В установленный срок для добровольного исполнения решение суда не исполнено. Лекарственный препарат должником не закуплен. И вследствие этого в отношении должника была применена штрафная санкция в виде взыскания исполнительского сбора в сумме 50 тысяч рублей. А также руководитель должника был предупреждён об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда. Только после мер принудительного исполнения и благодаря помощи фонда «Круг добра» лекарство было закуплено. В дорогостоящем препарате 8-летний мальчик нуждается ежедневно. Врачи мне говорят, что приставы на контроле у них всё это, что не дай бог будет какой-то пропуск в лекарстве или ещё что-то. Лекарство закупается на каждое полугодие, так что сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.